В ноябре отмечается День борьбы с диабетом, и в течение всего месяца медики доводят до граждан информацию об этом заболевании, его профилактике и о том, как жить с диабетом. На эти темы мы поговорим с нашей гостьей, врачом-эндокринологом Видновской районной клинической больницы Анной Кузнецовой. Здравствуйте, Анна Геннадьевна. Добрый день, спасибо за приглашение. Насколько я знаю, сейчас начали работать мобильные выездные бригады, и вы входите в состав такой бригады. Расскажите, пожалуйста, о целях, задачах и, собственно, каким образом происходит сам прием граждан. Да, действительно, с сентября 2019 года стала работать выездная бригада, в состав которой входит в том числе и врач-эндокринолог, который способен оказать специализированную медицинскую помощь больным непосредственно в поселениях Ленинского района. Это и Бутово парк, и Дорожино, и Молоково, и Горки-Ленинские. Пациенты, которые ранее не могли попасть к эндокринологу в городо-видное, в поликлинику, могут сейчас спокойно подойти в амбулаторию. Мы таких пациентов оказываем специализированную помощь, берем необходимый спектр анализов, исследований, можем провести коррекцию терапии на месте. То есть, как я понимаю, может прийти не только уже человек, который болен, но и человек, который имеет какие-то подозрения на это заболевание? Конечно. Сейчас очень развита система диспансеризации. Это очень большой плюс, потому что пациенты к нам приходят уже с минимальным пакетом исследований, где мы можем заподозрить и провести необходимый спектр диагностических манипуляций, подтвердить или опровергнуть данный диагноз, и пациента уже направить на дальнейшие этапы лечения. По вашим данным, какова вообще обстоит ситуация в Ленинском городском округе с этим заболеванием? К сожалению, эндокринопатология сейчас вообще бич, и один из них – это сахарный диабет, ожирение, дислепидемия. Мы, в принципе, не встаем от мировой статистики, уже на всех площадках говорят о том, что диабет будет занимать одно из ведущих заболеваний после заболеваний сердца и онкологии. Так, например, в 2045 году прогнозируется, что во всем мире будет 10% пациентов с сахарным диабетом, то есть это лица от 20 до 79 лет трудопособные граждане. И в Ленинском районе более 6,5 тысяч пациентов с эндокринной патологией. Из них, конечно, львиная часть, 50% вставляет с сахарный диабет. Что же нужно сделать, чтобы, скажем так, немножко сделать поменьше эту цифру в 10% и, может быть, и самому не попасть в число тех, кто, к сожалению, болен с сахарным диабетом? Ну, никто не отменял правила здорового жизни. Это рациональное питание, тезические нагрузки дозированные. Это, опять-таки, не забывать проходить этапы дистанциризации, давать минимальный пакет биохимический анализ крови, проходить специалистов, неврологов, тальмолога, терапевта. Тем самым мы добиваемся наиболее раннего выявления заболевания. Тем самым можем на ранних этапах его профилактировать и предотвратить. Ну и заключительный вопрос. А какова же профилактика должна быть у самого человека, чтобы ему не заболеть с сахарным диабетом? Ну, конечно, таким пациентам рекомендуем, в первую очередь, соблюдать правила здорового питания. Ты есть как можно больше фруктов, овощей, не менее 400 грамм в день. В рационе должны преобладать продукты, богатые жирами, более насыщенными. Это оливковое масло, красная рыба. Это также цельнозерновые продукты, это хлеб, крупы. Не забывать об активности прогулки. Сейчас очень большое место занимает скандинавская ходьба. Очень популярна среди жителей старшей возрастной категории. Бассейн, плавание. Конечно, не забывать о закаливании и поддержании здорового образа жизни. Надеюсь, что в очередной раз наши зрители, наверное, задумаются о том, как следует жить, как следует соблюдать рацион питания, вести активный образ жизни. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что о проблеме с сахарным диабетом мы беседовали с врачом-эндокринологом Винновской районной клинической больницы Анной Кузнецовой. К другим темам. Спасибо.